Бороться за медали. Такую задачу поставил губернатор Андрей Травников перед волейбольным локомотивом на новый сезон. Сегодня прошла традиционная встреча с руководством и коллективом спортивного клуба. Об изменениях и готовности команды расскажем в следующем сюжете. Сегодня в управлении Западно-Сибирской дороги торжественное посвящение в железнодорожники. Фуражки и клубные футболки дарят новым членам волейбольного клуба «Локомотив». Игрок из Бразилии Йоанн Делял в Новосибирске третий день. Приехал после Олимпиады. Мне сказали, что очень холодно, но меня это не беспокоит. Важнее всего, чтобы теплой была атмосфера в команде, чтобы мы хорошо играли и добивались результата. Пять новичков по тому начало сезона, уверен главный тренер, будет непростым. Я думаю, что у нас особая стабильность вряд ли будет на каждую игру в начале сезона. Это мои ожидания на первую половину сезона. Но я надеюсь, что за счет того, что это опытные игроки, они быстрее найдут вот эту химию и найдут автоматизм между собой. И быстрее мы начнем показывать командную игру, а не только индивидуальные. Сегодня традиционная предсезонная встреча с волейбольным клубом «Локомотив». Подводят итоги и отмечают большой вклад команды в развитие спорта в регионе. Интерес к волейболу не только не падает, он растет. И практически аншлаги всегда в домашних матчах с любыми командами, любыми соперниками. К тому яркое подтверждение. И, естественно, все это создает условия, когда желающих заниматься и волейболом непосредственно, и физической культурой, и спортом становится здесь, в Сибири, гораздо больше. Спортсмены отчитываются о подготовке к новому сезону, а попечительский совет ставит задачи. Задача на новый сезон, она та же самая. И другой задачи не может быть. Это борьба за призовые места, за медали любого достоинства. Ну и, конечно же, показывать хорошую игру, победную игру на домашних площадках. Старт нового сезона 12 сентября. В дебютном матче новосибирцы на домашний «Локомотив» арене примут Нижегородский АСК. Наталья Цупина, Борис Гладких, Новости ОТС.